Экзегет В мире, в современном обществе колоссальная социальная несправедливость, дистанция между людьми, которые живут за чертой бедности, и той небольшой прослойкой, у которых есть все блага жизни. Как Бог все это попускает? Почему Господь, разве Ему трудно, чтобы кто-нибудь с того света пришел и обличил богатых за их бесчеловечное отношение к бедным? Ну и, наверное, в разных вариациях, но подобный же вопрос, вопрос о социальной несправедливости, это на самом деле очень многогранная тема, и прекрасно даем себе отчет, что едва ли, дорогие друзья, в одной беседе кто бы то ни было мог полностью осветить такой непростой вопрос, и очень злободневный. Но суть этого вопроса, это как бы некая такая претензия Богу, неужели Бог не может действительно послать кого-то с того света, кто рассказал бы о том, какая участь бывает у людей, которые здесь богатели только грехами, нарушали все заповеди Божии, никогда не проявляли милосердия, человеколюбие к другим людям. На самом деле в Священном Писании, дорогие друзья, есть уже ответ на этот вопрос, в известной всем нам, по крайней мере всем, кто Священное Писание читает, читает регулярно, в притче, в Евангелии от Луки, притче о богаче и Лазаре. Напомню вам в общих чертах содержание этой притчи, некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был же также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Вот такое начало этой притчи. И, наверное, дорогие друзья, нам надо дать отчет в том, что, в общем-то, это яркая картина как раз вот социальной несправедливости. Один человек купается в роскоши, а другой за воротами его дома желает напитаться хотя бы крошками, но даже это не получает. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». О богаче говорится только о его теле, похоронили его. А об Лазаре сказано, что он был отнесен на лоно Авраамова ангелами. «В Ааде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Возапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною. И пошли Лазаре, чтобы он омолчил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое». То есть доброе твое, то есть то, что ты считал добром, ты получил в твоей жизни. Иными словами, ты не считал для себя добром быть милосердным, приносить жертву Богу, Богу молиться, очищать душу от своих от страстей, стремиться к чистоте, к целомудрию и так далее. Ты это не считал добрым, и ты к этому не стремился. Доброе твое, для тебя было добро, это так есть, пить, веселиться и так далее, пиршествовать блистательно. И ты доброе твое получил в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда он сказал, богач, видя, что как бы это его просьба невыполнима, говорит, «Тогда прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Якобы мотивация, дорогие друзья, ну, скажем, современным языком, вроде бы мотивация благородная у богача наконец-то, да. Он подумал о других уже людях, живущих на земле, о его родных братьях, которые ведут, ну, тот же самый образ жизни, и он беспокоится, как бы они не попали в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Праведный Авраам отсылает к Священному Писанию, к Слову Божию, записанному человеческой рукой, Слово Божие, которое дано. И здесь, в Слове Божием, Моисея и пророков, здесь все сказано, и о том, какая будущая участь у праведных и у грешных, о том, что есть суд Божий, что жить надо правильно, что здесь посеем, то будем там пожинать. Он же сказал, нет, отче Авраами, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, воскрес не поверят. Давайте, дорогие друзья, попытаемся, вот, в ключе современного, современной ситуации и вот того вопроса, который прозвучал на библейском портале «Экзегет», посмотрим на эту притчу. Представьте себе, дорогие друзья, если кто-нибудь из людей очень состоятельных, но который живет богатея только грехами, совершенно не знает о Боге и не хочет знать, не проявляет никакого милосердия, сострадания, человеколюбия вообще никому на земле и живет только в свое удовольствие. Есть, например, такие люди, я не знаю, может быть, кто-то знает имена и фамилии таких людей, наша задача не входит опускаться до личности. Ну, вот представьте себе, такой человек живет и вдруг у него или в офисе, или в его спальне, или в кабинете у него, в его коттедже, вдруг внезапно, ну, представьте себе, появится душа усопшего человека. Вот прямо перед ним предстанет душа усопшего. И скажет ему, обращаясь лично, глядя к нему в глаза, говорит, «Я недавно скончался, ты меня не знаешь. По повелению всемогущего Бога, Творца Вселенной, праведный Авраам послал меня лично к тебе. Меня ты не знаешь, потому что ты, когда проезжал на автомобиле, ты даже никогда не поворачивал голову в мою сторону, а я за воротами твоего коттеджа умер от тяжелой болезни. Даже когда пришли социальные, вот эти ритуальные службы меня погребать, то так как не нашли родственников и не нашли никаких документов, меня погребли в общей братской могиле. Я на этой земле не получил никакого утешения. Я на этой земле жил, ну, как сейчас говорят, за чертой бедности. Порой собаки приходили, облизывали раны мои. И вот сейчас праведный Авраам послал меня сказать лично тебе, что ты, если будешь продолжать тот образ жизни, который ведешь сейчас, в будущей жизни, когда твоя душа расстанется с телом, ты попадешь в такое место, где великим утешением было бы, чтобы кто-то мочил конец своего пальца в воде и остудил язык. Но даже этого утешения ты тогда не получишь. Задумайся над своей жизнью сейчас. Ну, представьте себе, дорогие друзья, вот, скорее всего, как отреагирует человек, который вдруг, вот, ему предстанет такое видение. Явится душа усопшего и скажет примерно такие слова. Вот такие слова, как сказано в Евангелии. Скорее всего, с большой долей вероятностью, как поступит этот человек. Он, конечно, придет в некоторые смятения и, как принято, наверное, сейчас, обратиться к психологу. А что скажет ему психолог? Естественно, консультация у психолога не бесплатная. И, скорее всего, что скажет психолог, если психолог совершенно нерелигиозный человек, что он ему скажет? Послушайте, уважаемый, не думайте о плохом. Мало ли что может с вами произойти. Вы очень переутомились, у вас очень много работы. Бывайте почаще на свежем воздухе. Вот попейте, допустим, такое и такое средство. Наука уже давно доказала, что никакой загробной жизни нет. Это в момент умирания, как свидетельствуют примеры клинической смерти, человеческий мозг может какие-то, так сказать, какие-то картины религиозного или околорелигиозного мифологического содержания выбрасывать в человеческое сознание. Наука, этот вопрос изучает. На самом деле нет ни ада, ни рая. Надо жить в этой жизни, как вы живете. И более того, вы не терзайте себя, скажет, скорее всего, психолог. Психолог, ваша задача научиться принимать все, что у вас есть. Принимайте себя таким, каким вы есть. И не думайте о плохом. Вот, скорее всего, с большой долей вероятностью, может, я ошибаюсь, дорогие друзья, но, скорее всего, психолог ответит именно так. То есть, даже если будет видение из потустороннего мира, если даже душа усопшего явится и скажет, то человеку, который Моисея и пророков не слушает, он, скорее всего, даже пришедшего из того мира, воскресшего из мертвых, скорее всего, ему не поверит. Если же психолог, например, религиозный человек, так или иначе, верующий в Бога, то психолог может ответить немножко по-другому. Вы знаете, вы не думайте о плохом, так сильно не переживайте, не принимайте близко к сердцу, потому что ад — это не место. Нет такого места, как в средневековых гравюрах, где-то на стенах рисовали, там огонь, там, скажем, демоны кого-то там тыкают, в огонь опускают. Ад — это не место, это состояние, как сейчас любят говорить религиозные психологи. Кстати, дорогие друзья, кто нас сейчас слушает или будет слушать, возьмите себе на вооружение вот эту фразу, когда вы услышите от кого-то, что ад — это не место, это состояние. И доброжелательно задайте вопрос тому человеку, который вам это скажет. А вот человек в состоянии ада, его душа после того, как расстанется с телом, где будет пребывать? Если человек религиозный, он признает, что душа, она же не исчезнет, не растворится в вакуум какой-то, в какой-то нирване. Душа, покинув тело, где, где, ну, скажем так, в нашем земном языке, где территориально, в какой точке во Вселенной, где будет находиться душа в таком состоянии, если думать, что ад — это не место, а только состояние. И после всеобщего воскресения, о чем в Священном Писании ясно сказано, недвусмысленно, после всеобщего воскресения, когда наши бессмертные души соединятся с вновь воскрешенными телами, где будут пребывать души в состоянии адском? Где? Поэтому вопрос, на самом деле, совершенно очевидный. Ад, к сожалению, это не только состояние, как говорит вот эта гуманистическая философия и вот этот ни на чем не основан, на самом деле, оптимизм протестантов и целого ряда католических мыслителей, что ад — это только состояние. Ад — это не только состояние, это и место, и состояние, куда, к сожалению, попадут те, которые нарушают волю Божию. Вообще Бога не ищут. Бога не веруют. Ему не молятся, не каются в своих грехах. И вот примерно таким образом можно ответить на прозвучавший вопрос. Человек, который Моисея и пророков не слушает, то есть тот, который, живя в этой земной храме, никогда не интересовался священным писанием, где как раз воля Божия открыта, то даже если этому человеку представить себе, даже изъявиться из того мира душа усопшего и засвидетельствовать, что там, скорее всего, человек не поверит этому свидетельству. Поэтому надо слушать Моисея и пророков. Иными словами, надо слушаться Священного Писания, надо читать Священное Писание, потому что здесь изложена воля Божия, в том числе о том, какова будет судьба нашей бессмертной души после того, когда она покинет это тело. Кто в этой жизни получил только доброе, только доброе, именно доброе в нашем понимании, то есть служение своим собственным страстям, не каялся, не молился, не исправлял свою жизнь, то он потом попадает в такое очень безрадостное место, где он находится и в состоянии адском, и в месте, в месте удаленности от Бога. А те, которые в этой жизни старались жить по воле Божией, попускаемые скорби терпели с благодарностью Богу, старались в этой жизни волю Божию исполнять и заповеди Его в первую очередь о любви к Богу и любви к ближнему, как к самому себе, кто был повнимательнее к окружающим людям, кто старался делать добро, а добро — это добродетель, иными словами, наступатель. Надо самому искать возможность, кому помочь. Не ждать, пока тебя попросят, а искать возможность, кому ты можешь помочь все, что в твоих силах. Вот кто исполняет заповеди Божии, он попадает как раз туда, как в Священном Писании сказано, в Царстве Божии, и там такая радость, такое наслаждение, такое блаженство, что святой апостол Павел говорит, «Не видел того глаз и не слышал уха, и никогда не приходило на сердце человеку то, что уготовил Бог любящим его». Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok